Всем привет, друзья! В этом выпуске, как вы поняли по названию, будем менять ММЦ на планшете Lenovo, модель Tab 2, A1030. И помогать нам в этом будет наша Meduza Pro, как всегда. Для начала немного предыстории. Данный планшет поступил в нерабочем состоянии, не включается, не заряжается. Со слов клиента, данная проблема случилась после того, как планшет начал давать ошибки приложений. Он завис, и мы попытались сделать ребут, но, к сожалению, планшет так и не включился. Сейчас он компьютером определяется в порту 9008. Прекрасно, дает возможность нам его попробовать прошить. Я прошивал с помощью UFI Dongla, но, к сожалению, при инициализации программа выдает ошибку о возможной проблеме с ММЦ. Да, ребят, такое на этой модели случается. В принципе, клиент согласен на замену, поэтому будем сегодня пытаться менять. Со старой памятью, ребят, не будем церемониться, потому что здесь ленововский компаунд, кто не знает, довольно жесткий. И чтобы не угреть процессор, ребят, спиляем старую ЕММЦ. Сейчас переходим за разборку данного планшета, ну а потом за демонтаж самой ЕММЦ. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вот и все, старая память успешно спилена, теперь можем переходить за подготовку новой, но перед этим обязательно проверим плату, видится ли она еще компьютером. Переходим сейчас за компьютер, открываем диспетчер устройств, подсоединяем плату к компьютеру. Есть звук «Симон»! Есть звук «Симон»! И увиделся, ребят, наш процессор. Все отлично! Теперь можем переходить за подготовку новой памяти. Все подготовлено для настройки. Память подобрал точно такую же, как стоила в этом планшете. Кому интересно, память не новая, с донора Samsung A5 2015 года. Устанавливаем ее в колодку. Закрываем. Выброта вкладка у нас EMMC. Выставляем напряжение 2,8. Этого будет достаточно. Восьмибитный режим по максимуму. И делаем «Коннект». Все готово, все успешно прочиталось. Сейчас мы сбросим ее в завод. Делаем ей «Фактори формат». Делаем повторное «Коннект». Теперь необходимо будет выставить конфигурацию. Выставляем геометрию, все по 4 мегабайта. Делаем «Коннект». Сверяемся. «Конфигурация загрузки с юзер Ария». Применяем. Делаем повторный «Коннект». Ну что, ребят, вот и все. Конфигурацию мы успешно выставили. Также хочу подметить, что зона РПМБ здесь у нас уже занята. Но, думаю, особо эта роли не сыграет. Планшет старый. Думаю, что заколосится все и так. Сейчас наша задача записать сюда либо прошивку, либо дамп. Так как у меня на этот планшет есть дамп, я буду писать дамп. Если вы не знаете, где его скачать на данную модель, ссылка есть под этим роликом в описании к видео. Переходите, скачивайте. Выброта у нас вкладка «Full». Поэтому нажимаем просто «Write» и выбираем наш дамп. Данный дамп читался иксами. Здесь у нас также есть ROM2 и ROM3. Их мы писать не будем, так как у нас загрузка с UserArea. Считали, наверное, на всякий случай. Поэтому мы будем писать только UserArea. Это ROM1. Займется какое-то время, необходимо будет подождать. Discovering Coin. В Expectation воды. Lамп . Займется компьютер. Займется компьютер. Займется компьютер. vorк. Займется компьютер твои в игре в игре. Произonya в базеmusic İşte Багон. И notes документы. И. Займется компьютерный чешки. Юр улыбога 3 за месс jobbarно тренер Пой hein. Вот и все, весь дам записан Делаем сейчас disconnect и повторно connect Как видим модель наша определилась Видятся разделы Все хорошо Теперь можем переходить за паяльный столик Для запайки EMC на свое место Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и все, ребят, все припаяли Сейчас дадим немного времени наше платье остыть И попробуем проверить Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребят, как видим батарейка у нас нарисовалась Это очень хороший признак EMC припаялась нормально Мы ничего не угрели Можем сейчас переходить за этап обратной сборки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и все, видео подошло к концу Планшет мы с вами починили Сейчас он прекрасно работает Как всегда, какое-то время его тестирую Если все будет хорошо, буду давать клиенту, ребят Вам спасибо за просмотр И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok